Добрый день. Я представляю вам доклад «Жизнь – Вечный движитель Вселенной» как итог своей более чем 30-летних исследований живых процессов, в том числе исследований... Микрофон, поднимите. А что, я тихо говорю? Вы не слышали ничего. Тихо, не чётко, и поэтому... Вот сюда, поднимите. Микрофон, там хорошо. Я приходюсь... Ну, хорошо. Представляю вам доклад, который является итогом более чем 30 лет исследований живого процесса. Значит, суть этих исследований заключалась в том, чтобы ответить на вопрос, что такое жизнь, зачем я сам, и как человек, и вообще зачем человечество живёт на планете, и в чём вообще суть живого процесса. И когда я столкнулся... Ну, так говорится, это дело было... Ну, сам перед собой поставил такую цель и занимался этой проблемой. Когда в 2001 году я увидел Анатолия Павловича Смирнова, выступающего по телевидению от организации, которая «Шейпингом» сейчас называется, и он как раз говорил о принципе порядка, который существует в космосе. И я ему сразу же позвонил, поскольку у меня уже был... сформулировался основной закон жизни в космосе, и говорю, «Анатолий Павлович, я вот открыл... занимаюсь законами жизни», а он меня прибивает и говорит, «А что, их много?» Я говорю, «Один». О, правильно, один закон. Так вот, я вам хочу сказать, в природе существует один самый устойчивый принцип, процесс развития. Это живой процесс. Этот живой процесс читает закон сохранения жизни. И он читается так. «Всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий. При этом формируется новая структурная форма памяти, куда предыдущие входят в составную частью и не видоизменяются благодаря непрерывному воспроизводству самой себя в точной копии. Поэтому при условии, когда изменяются магнитные ритмы внешней среды». Слышно или нет? Слышно, слышно. И вот поэтому, когда я ему прочитал этот закон, он сказал, «Хорошо, приходите в Международный клуб учёных и сделайте доклад». Вот я с тех пор, в общем-то, и посещаю все конференции Международного клуба учёных, чтобы донести эту идею живого космоса. Дело в том, что жизнь в космосе основана на единственном и очень простом достаточно явлении – это воспроизводство генетической памяти. Это значит, что во Вселенной должен быть генетический центр. А весь космос является генетически единым пространством вместе с ядром Вселенной. Поэтому всё развитие живых процессов идёт строго по воспроизводству генома, то есть по программе. Вот об этом я сейчас вам и доложу. Ведущим фактором, преобразующим многоликий лик космоса, является жизнь. Вселенная – это единая динамическая система, управляемая жизнью генетического центра и космических тел. Спиральная форма структуры памяти является основой спирального хода времени жизни. Магнитные ритмы генетической памяти ядра Вселенной управляют электрическими циклами творения вещественных форм космоса. Закон времени и эволюции Вселенной выглядит как закон мысленного творения всех вещественных форм космоса. Я вам в дальнейшем поясню эти тезисы. И кризис современного мировоззрения породил кризис современной методологии живого процесса. Дело в том, что кризис современного методологии живого процесса настолько глубок, что не удаётся объяснить происхождение даже первой живой клетки. Не удаётся объяснить происхождение живого из неживой материи. В специфике концепции современного естественного знания квантово-полевых представлений о закономерностях и причинности является то, что они, эти представления, всегда выступают в вероятностной форме, в виде статистических законов. Такая специфика концепции привела к ошибочному представлению, что в основе нашего мира лежит случайность, вероятность возникновения жизни, что Вселенная возникла в результате Большого Взрыва, а теперь её якобы ждёт тепловая смерть. Жизнь – это величайшая загадка современной науки. Так вот в книге «Митио Какао» написал такую фразу «Разум Вселенной представляет величайший научный вызов, но этого мало. Странные соотношения связывают мозг человека и разум Вселенной». Можно сказать, что эти понятия строго противоположны. Вселенная соотносится с бесконечностью внешнего пространства, где есть чёрные дыры, взрывающиеся звёзды и сталкивающиеся галактики. А разум человека связан с внутренним пространством души, где таятся наши надежды и сокровенные желания. Он, разум человека, по-прежнему является одной из загадок нашего современного мира. Сто лет целенаправленного изучения вопроса происхождения жизни не дали результатов. Основными современными теориями абиогенеза, то есть не биологического происхождения жизни, это теория консервата Фапарина, 1924 год, теория гиперциклов Эгена и так далее. То есть существует целый набор всевозможных теорий, но за прошедшие 100 лет результат не получен. Так и не сдвинулось с мёртвой точки представление, что же такое жизнь и для чего предназначен человек. В своё время Александр Гумбольд размышлял, как всё просто и почти буднично, как устроен организм человека. Всё слаженно входит и всё организованно выходит без всякого участия сознания самого человека. В растениях, животных, людях зарождается, расцветает, некоторое время длится и потом угасает сама жизнь. Это с незапамятных времён каждодневно повторяющееся наблюдение заставляет человека снова и снова задаваться вопросом, что же, собственно, такое жизнь, что обуславливает в человеке факт сознательного бытия и что полагает конец этому бытию. И почему человек всю жизнь учится, достигает высокого уровня знаний, опыта жизни, мудрости, и вдруг ему надо уходить. Почему? Казалось бы, живи долго, вечно и в благоприятных условиях. Вот это я вам сейчас и расскажу в дальнейшем. Жизненная сила, говорили во времена Гумбольда, одни объясняли её как деятельность, которая начинается с возникновением органического тела и кончается с его увяданием. И что интересно, в феврале 1796 года на заре возникновения электричества всего совсем недавно с самоуверенным оптимизмом и почти торжеством Гумбольд сообщил в письме своему другу, «Думаю, что теперь близок час, когда я развяжу Гордеев узел жизненного процесса». Увы, этот узел остаётся неразвязанным и по сей день. Оказывается, в жизни существует электрическая жизненная сила. Итальянский естествоиспытатель Луиджи Гальвани в 1790 году случайно обнаружил любопытнейшее явление, которое известно всем вам со школьной скамьи. Если на лапку лягушки подать импульс электрического тока от электрической машины, то лапка вздрагивает. И Гальвани увидел в этом не просто рефлекторное сокращение мышцы, а доказательство наличия в селе животного собственного электричества. Гульбольд, в своё время зная этот эксперимент, проверил на себе много раз это воздействие, в том числе и с электрическими угрями. Кто знал, может быть, в этот момент, впоследствии частично называвшейся минуты рождения эпохи практического применения электричества, таинственная жизненная сила действительно начинала проявлять себя как сила электромагнитная. Позже выяснилось, что это так и есть. Лауреат Нобелевской премии Люк Монтенье показал это на опыте с ДНК. Вот перед вами эксперимент Люка Монтенье, перенос копии ДНК в пробирку с водой посредством электромагнитных излучений. Слева пробирка вверху, слева, это пробирка с ДНК. Справа изображение, голубым изображена катушка индуктивности, которая подключена к генератору частотой 7 Гц. Внутри катушки поставлена слева пробирка с ДНК, справа пробирка с водой. А внизу под цифрами 2, 3, 4, 5, 6 поставлены контрольные пробирки. И в момент, когда включали генератор 7 Гц, ДНК из пробирки, с реальной ДНК, была перенесена, практически телепортация, перенесена в пробирку с водой. Чистая вода, никаких примесей там не было. Взяли на анализ эту воду и обнаружили ту же самую ДНК, что и в левой пробирке, то есть реальная ДНК. Как объяснить этот момент? Это объяснение я вам скажу в дальнейшем своем рассуждении. Это реальный эффект, в общем-то, холодного синтеза, который вчера говорил Сааль и говорил о принципе о том, что в разных случаях наблюдается холодный синтез вещества. Связано это, чтобы потом не отключаться на этот вопрос, связано это со следующим. Поскольку в космосе осуществляется воспроизводство генетической памяти, то центр генетической памяти, ядро, содержит весь, то есть саму память. Но существует ритм, когда должна раскручиваться спираль генетической памяти, и тогда в космическое пространство выделяется одновременно вспышка света, и выделяется большой поток нейтронов, которые превращаются через 15 минут в протон с электроном. Причем, поскольку в спектре света существует 7 цветов спектра, то порождаются 7 типов атомов водорода. А поскольку атомы водорода левое и правое, то полождаются 14 типов атомов водорода. А поскольку есть еще дейтерий и тридцей двух типов, то получается 18 информационных матриц, которые, взаимодействуя со светом, излучаемый из генетического центра, начинают в фотонной среде космоса формировать атомы химических элементов. Вот об этом я сейчас дальше вам и буду рассказывать. Воспроизводство геномов позволяет развязать гордеев узел жизненных процессов. Самый устойчивый процесс развития – это колебательный процесс. Кругооборот превращения, обращаю ваше внимание, со школьницками нам всем говорили, что в колебательном процессе происходит превращение магнитной энергии в электрическую и электрической в магнитную. Тем самым обеспечивается колебательный процесс. Я вам хочу обратить внимание. В колебательном процессе происходит превращение носителей магнитной энергии, то есть не просто энергии магнитной, а носителей магнитной энергии, которые управляют процессом роста и развития носителей электрической энергии. И когда сформированы электрические энергии по памяти магнитных носителей, тогда происходит вторая обратная волна превращения носителей электрической энергии в носителей магнитной энергии. И вот если вы это запомните, это представление, то вам очень большое количество всевозможных естественных процессов будет спокойно разрешимы. Поэтому тем самым осуществляется закон сохранения жизни на основе воспроизводства генетической памяти. И поэтому жизнь – это вечный движитель Вселенной. Если мы говорим с точки зрения философии, что материя обладает важнейшим свойством движения, то никто в философии не говорит, а что является движителем или что заставляет материю двигаться. Так вот, двигаться материю заставляет жизнь. Или в конечном итоге воспроизводство генетической памяти. Разгадка жизни в сохранении памяти прошлых действий на основе ритма колебательного процесса. Основа генетического единства мира состоит в том, что во Вселенной имеется генетический центр или объект-ядро, в котором содержится в виде нейтронных комплексов какая-то кристаллическая структура памяти, и по программе которого развиваются все события в космосе и на Земле в частности. Древнее изречение «Познай самого себя, и ты познаешь мир Вселенной» основано на аналогии, что внизу, то и вверху. Другими словами, мир космоса эволюционирует подобно тому, как в биологической клетке происходит воспроизводство генома, его удвоение или репликация в процессе роста и развития тела человека. Из двойного генома, обращаю ваше внимание, в ядре два генома, то есть два комплекта памяти, как в ДНК. Из двойного генома одна часть служит эталоном репликации и находится в ядре, и не подвергается изменению, а вторая часть распределяется в постепенно и логически, по закону спирального развития, среди развивающихся форм вещества, что служит причиной генетического единства мира всех вещественных форм космоса. Здесь кроется ответ на вопрос о происхождении разума. Дан ли он Богом или произошел эволюционно? А поскольку генетическое единство мира существует, то каждая крупица вещества обладает крупицей разума. Вопрос вопросов, что есть жизнь, решается с позиции генетического единства мира. Жизнь – это управляемый внешними силами, самый устойчивый периодический процесс сознательных действий во внешней среде, когда всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий. При этом формируется новая структура памяти, куда первая ее форма входит с составной частью и не видоизменяется, благодаря непрерывному воспроизводству самой себя в точной копии, обращая внимание, в периодически изменяющихся условиях магнитной среды. Основой жизни является воспроизводство генетической памяти, в точной копии. Для воспроизводства копии памяти требуется только потому, что структуре памяти нужен источник электрической энергии, чтобы компенсировать внутренние потери за счет процессов мышления, без которого память жить просто не может. Если есть структура памяти, то она обязательно мыслит, а мысль – это электромагнитные волны, уносящие энергию и замкнутую структуру памяти. Кроме того, сам источник энергии и питания стареет, и воспроизводство генома идет совместно с заменой состарившихся элементов источников питания новыми. Так во Вселенной разворачивается грандиозный по масштабу живой процесс, идущий одновременно в двух областях – в ядре памяти Вселенной и в космической среде, которая заполнена фотонами. Феномен замедления хода физического времени связан с ростом и развитием размеров системы. При росте размеров системы уменьшается и ее частота колебаний, но частота колебаний и ее элементов остается неизменной. Двойственная структура Вселенной – это ее ядро и вмещающий его космос. Ядро Вселенной обладает индуктивными свойствами, а космос внешней среды ядра обладает электрическими свойствами. Так, сама Вселенная представляется в виде гигантского контуроколебательной системы, состоящей из двух гигантских элементов – ядра и космоса. Сдвоенные структуры памяти и чувствительные системы. Фотонное космическое пространство становится чувствительной системой для ядра Вселенной и источником электрической энергии. Ритм колебаний сводится к тому, что носители магнитной энергии ядра – информационные матрицы – перетекают в электрическую энергию космоса, и в космосе начинается процесс творения вещественных форм по программе генома. Создаются энергоинформационные сетчатые структуры из огромных скоплений галактик, а галактики формируются из множества звезд, каждая из которых имеет свою планетную систему. Итак, ядро генома, среда-посредник, творимая форма вещества – вот та устойчивая система реализации единого закона устойчивого развития, которым является закон сохранения жизни, основанный на трёх законах – законе памяти, законе пространства и законе времени. Два начала – магнитное начало или женское начало – это структура памяти, и электрическое начало фотонной среды, или мужское начало – творящий принцип – формируют творческий процесс роста и развития, и благодаря ритму воспроизводства генома – не гравитация, а электромагнетизм, положенную в основу эволюции жизни. Закон памяти или женское начало с магнитными свойствами свойства к тому, что её память нельзя утерять, а для сохранения необходимо периодическое воспроизводство её в точной копии через закон порождения на определённое время чувствительной системы. То есть мужское начало или чувствительная система порождается временно на процесс изучения той среды, в которой идёт удвоение генома. Магнитная энергия структуры памяти – разум генома, истекающая в виде мыслитворения из центра Вселенной, имеет своим носителем нейтроны, истекающие как по-одиночке, так и группами. В силу своей радиоактивности одиночные нейтроны распадаются, образуя атомы водорода и антинейтрина. Так формируются информационные матрицы или семена будущих атомов химических элементов. 14 информационных типов атомов водорода, осуществляющих зарождение жизни в космической фотонной среде. И магнитная энергия памяти генома постепенно превращается в электрическую энергию творчества великого разнообразия форм вещества в пространстве космоса. Астрономы всегда с удивлением отмечают, откуда в космосе является водород. Геологи также отмечают одно явление. Если Земля расширяется, то идёт выделение водорода из недр Земли. И если Земля сжимается, водород уходит внутрь Земли. Так вот, причина здесь только в геноме. Когда идёт удвоение генома, то водород выделяется из ядра генома как информационные матрицы, похожие на матричное РНК при производстве ДНК, когда матричное РНК, работая вместе с биологической рибосомой, творят электрические элементы в виде белковых молекул. Поэтому биологическая ДНК всегда нуждается в белковых молекулах, которые являются для ДНК источниками электрической энергии. Закон пространства космоса или колыбель жизни, место творческой деятельности чувствительных систем, сознательных процессов жизни, осуществляемых мужским началом или творцом, сводится к сохранению энергии, к тому, что оно, это пространство, должно обладать энергией, доступной для роста формы вещества, передаваемой в виде электромагнитных излучений, генерируемых геномом в фотонной среде космоса. Магнитная генерация центра генетической памяти становится творящей мыслью в фотонном пространстве космоса. Так возникает время живого процесса и сохраняется генетическое единство мира Вселенной, что позволяет осуществить синхронизацию и согласованную деятельность всех тел космоса и ядра Вселенной в их громадном масштабе. Мудрое дерево центра генома прорастает древом жизни, древом познания, которое и отражено в Библии в качестве Адама и Евы и два древа, которые там описаны. Так вот, эти два древа реально существуют. Древо мудрости в ядре генома и древо познания – это космическое древо, которое растет по закону древа мудрости. Ядро генома – промежуточная фотонная среда космоса и формы вещества, творимые из фотонной среды. В этом суть три единства мира Вселенной. Закон времени сводится к процессу творческого мышления, к творению форм посредством мышления. Если нечто мыслит, то оно существует во времени бытия. Отсутствие или прекращение мышления прекращает время развития и творения. Есть пословица «Если я мыслю, значит, я существую во времени». Истечение магнитной энергии из центра генома служит основой возникновения магнитных ритмов, управляющих электрическими циклами роста и развития всех вещественных форм. Творец управляет жизнью всех форм космоса, наполняет их духовной энергией своих мыслей, делая все формы материи одушевленными, но в разной степени. Основой живого процесса является непрерывное творческое мышление, создающее логическую непрерывную цепь течение времени по спирали. Почему время течет по спирали? Только потому, что все структуры памяти имеют спиральную форму. Вы возьмите учебник химии и посмотрите таблицу Менделеева. Если в одном периоде от первого до последнего химического элемента ядро атома постепенно уменьшается, казалось бы, наоборот, чем сложнее атом, тем должно крупнее ядро. А ядро уменьшается. Причина. Дело в том, что... Это говорит о том, что структура ядра сделана по спирали. Представьте спираль. В ней течет ток. В параллельных витках течет ток одного направления. Возникает сила ампера, и магнитная сила сжимает эти витки. Поэтому чем больше витков в спирали, чем больше память, тем она миниатюрнее. Вот в этом главное свойство времени. Оно течет по спирали, раскручиваясь в соответствии с тем, как раскручивается спираль памяти. Но когда материальные формы достигают совершенства, тогда время раскручивания спирали поворачивается в обратную сторону, сжимается время, потому что материальные формы, откуда вышли, туда и возвращаются, в фотонную среду. Потому что все вспомогательные формы материи остаются и распадаются. И закон жизни состоит из двух процессов. Процесса творения и распадания. Времени спирального развития и обратного времени тоже спирального угасания. Вот таков закон времени. Поэтому время тождественно информационному содержанию мысли, или, как говорят в религии, духовной энергии. Время – это течение мысли, процесс мышления в акте творения. Если есть мысль, то есть течение тока жизни в структуре памяти. Нет мысли. Прекращается течение данного тока жизни. Поэтому все формы материи обладают своим временем. У каждой формы материи своё время. Потому что каждая обладает своей памятью, своей структурой памяти. Поэтому многообразная творящая сила мыслит теми материальными формами, которых она создаёт. Поэтому волновая энтропия обладает свойством частицы мысли в процессе наполнения формы материи информационным содержанием. Когда многие физики говорят, руководствуясь вторым законом термодинамики, что рост энтропии приводит к хаосу, то сами себе противоречат. Потому что рост энтропии приводит к тому, что чувствительная оболочка расщепляет волновой фронт магнитных напряжений, которые существуют перед формой вещества. И чувствительная оболочка работает в режиме резонанса напряжений, передаёт эти напряжения в виде потока тока в параллельный колебательный контур структуры памяти, который работает в режиме резонанса токов. И поэтому волновая энтропия показывает весь процесс роста и развития накопления информации в структуре памяти. Какой же здесь хаос, если каждый из нас обучается последовательно, родители школы выше УС и потом в течение всей жизни, и вдруг в нашей голове хаос? То есть энтропия и рост энтропии. Это рост организованности. Во многих докладах, которые были и сегодня, и вчера озвучены здесь, везде говорится о росте энтропии, как рост хаоса. Это совершенно неправильно. Вот у меня будет второй доклад послезавтра. Я буду говорить о волновой энтропии. Поэтому приглашаю вас послушать. Высокочастотными зародовщими для творения всех форм атомов, химических элементов, служат информационные матрицы 14 типов атомов водорода. Их можно насчитать 18 типов, которые я вам уже говорил. Дело в том, что, чтобы творить вещественные формы материи, нужна и своя подходящая материя. И если вы не читали Платона «Диалог Тимей» и Федон, то там говорится как раз о том, причём Платон пишет «эволюция, рождение живой Вселенной». Его слова. Вселенная – это большой живой организм, куда все остальные тела, живые тела, входят в составляющими. То есть две с половиной тысячи лет назад и сомнений ни у кого не было, что Вселенная живая. И Платон пишет, когда он в «Диалоге Тимей» рассматривает прямоугольные треугольники, на основании которых были построены его правильные геометрические фигуры. Он говорит, первой частицей, которой зародились все элементы, простые элементы, является прямоугольный треугольник, у которого гипотенуза в два раза больше его катета. Это прямоугольный треугольник с углом 30 градусов. Значит, а этот прямоугольный треугольник соответствует атому водорода, венедейтерию, нейтрон, электрон и протон. И если вы построите эту фигуру, это тот элементарный прямоугольный треугольник, который входит в основу всех остальных стихий и вещества. Воды, огня, начинается с огня, огонь, воздух, вода, земля. И он разбирает эти процессы точно так, как разбирал бы их современный химик или геофизик. Настолько очень сильное подобие его размышлений. Вселенная... Значит, чтобы в процессе генома, если идёт воспроизводство, то становится важным одно условие. Передача информации от генома к формам вещества, которые строятся по этому геному, вот эта промежуточная среда должна не искажать информацию. О том, что такая среда существует реально в виде фотонной среды, я вам приведу конкретный пример. У каждого из вас есть мобильник. Вы разговариваете со своим собеседником и узнаёте его по тембру голоса. Инженеры хорошо поработали и сделали вам великолепную конструкцию самого аппарата, чтобы не было искажений. Но между двумя аппаратами находится среда. И эта среда передаёт вам без искажения эту же информацию. Ведь приёмник телефона не воспроизводит недостатки той среды, которая... Среда эта без искажения передала информацию. Вся радиоастрономия построена на этом принципе. Радиоволны от далёких звёзд на удаление до 10 миллиардов световых лет доводят информацию до телескопа, приёмника. И астрономы определяют размеры, химический состав и прочие параметры звёзд. Без искажения передаётся эта информация. Значит, чтобы информация передавалась без искажения, среда, которая заполняет космос, должна обладать следующими свойствами. Быть упругой, чтобы возбуждаться. Быть плотной, чтобы не искажать волновую информацию. И быть вездесущей, чтобы быть средой передачи информации от генома памяти к формам вещества. Спасибо вам за внимание. Хорошо, да. Ну, можно ещё... Ну, всё, потом, если вопросы будут.